Где хранятся биткоины? Как происходит транзакция в сети биткоин и зачем нужен приватный ключ? Вы на канале CryptoInsight и мы начинаем. Большинство людей считают, что биткоины хранятся в том кошельке, на который они их перевели. Они думают, что если перевести свои биткоины например на адрес мобильного кошелька, такого как Jaxx, то биткоины будут храниться на телефоне, а если перевести биткоины на адрес кошелька Electrum, то биткоины будут храниться на компьютере. Это в корне неверно. Давайте для начала разберемся, что такое кошелек в принципе. Кошелек – это место, где хранятся деньги. В сети биткоин биткоины хранятся на адресах, записанных в блокчейне. По сути, кошельком является сам блокчейн биткоина, так как все биткоины хранятся именно в нем. Что же такое Electrum, Jaxx, Exodus и другие криптовалютные кошельки? Все вышеперечисленные кошельки являются лишь интерфейсом для взаимодействия с блокчейном биткоина. Они позволяют взаимодействовать с вашим биткоин адресом, отправлять и получать биткоины. Взаимодействие с блокчейном происходит с помощью вашего приватного ключа. Давайте разберемся, что такое приватный ключ. Приватный ключ – это случайная комбинация букв и цифр, которые используются для отправки или получения биткоинов через специальный приватный адрес. Приватный ключ – это как пин-код, который подписывает и разрешает транзакции. Вот пример, как выглядит приватный ключ. Как вы могли заметить, для человека запомнить подобную комбинацию символов практически невозможно. Для этого используется seed-фраза, которая состоит из 12 случайных слов и содержит в себе этот приватный ключ. Видеоролик о seed-фразе вы можете найти на нашем канале, кликнув по подсказке в правом верхнем углу экрана. Далее идет публичный ключ, который развертывается из приватного ключа. Публичный ключ является хешированной версией биткоин-адреса и не дает доступа к вашим средствам. Из публичного ключа развертывается ваш биткоин-адрес через хеш-функцию, на которую можно отправить биткоины. Теперь подведем промежуточный итог, чтобы все это закрепить. Биткоины хранятся на адресах в блокчейне, а не на криптовалютных кошельках. Криптовалютные кошельки, например JAX или ELECTRUM используют ваш приватный ключ для того, чтобы вы могли взаимодействовать с блокчейном, отправлять и получать транзакции. Загрузив приватный ключ в какой-либо криптовалютный кошелек, биткоины останутся храниться в блокчейне, а вы лишь получите возможность распоряжаться ими через интерфейс. Приватный ключ и ситфраза – это то, что дает полный доступ к вашим средствам в блокчейне биткоина. Публичный ключ и адрес вашего биткоин-кошелька дают возможность другим людям отправить вам средства. Под нашим роликом недавно был оставлен вот такой комментарий «Если я скопирую файл на две флешки и буду использовать только одну, а после ряда транзакций воспользуюсь второй, будут ли там отражены все транзакции?» Отвечаем на этот вопрос. На обеих флешках лежит ваш приватный ключ, который дает доступ к вашему биткоин-адресу и возможность отправлять средства. Так как ваши биткоины находятся в блокчейне, то все транзакции, будь то получение или отправка средств, будут отображены в блокчейне. Для того, чтобы посмотреть эти транзакции, даже не нужен приватный ключ. Достаточно вбить свой биткоин-адрес в любой блокчейн-обозреватель, и вам будет доступна полная история всех транзакций, связанных с вашим биткоин-адресом. Соответственно, если вы воспользуетесь второй флешкой, то да, все транзакции будут отражены. Теперь давайте разберемся, что же такое транзакции и как они происходят в сети биткоина. Транзакция – это подписанное сообщение, которое разрешает перевести средства с одного аккаунта на другой. Каждая транзакция содержит адрес отправителя, адрес получателя и подпись, которая сгенерирована с помощью приватного ключа отправителя. Также транзакция в сети биткоин имеет входы. Inputs – откуда исходят средства и выходы. Outputs – куда приходят средства. Inputs – это транзакции, на которые вы ссылаетесь. Представим, что на ваш адрес x когда-то было отправлено три транзакции. Транзакция 1 с суммой 40 биткоинов, транзакция 2 с суммой 5 биткоинов и транзакция 3 с суммой 100 биткоинов. Если вам нужно потратить, например, 45 биткоинов, то вы можете сослаться на транзакцию 3 или сразу на 2 транзакции 1 и 2. Outputs – дословно выходы. Пока что можете считать, что это адреса, хотя это не так, на которые в результате исполнения транзакции будут отправлены средства. Выходов также может быть несколько, и каждому из них указывается своя сумма. На картинке ниже создается новая транзакция C, которая ссылается на два выхода A и B. В результате на входе у транзакции получается 8000 биткоина, которые потом разделяются на два выхода. На первый адрес отправляется 3000 биткоина, а на второй 4000 биткоина. Возможность указать сразу несколько выходов – очень важная фича, потому что транзакцию, а если точнее ее выход, можно использовать как вход только один раз и только целиком. То есть, если у вас есть входящая транзакция на 10 биткоинов, а вам нужно потратить 8 из них в каком-нибудь Starbucks'е, вы просто создаете транзакцию с одним входом и двумя выходами – на 8 биткоинов в магазин и на 2 биткоина обратно на свой адрес. Если же вы создадите транзакцию, в которой сумма выходов меньше суммы входов, как на картинке, то разница отправляется на адрес майнера, записавшего вашу транзакцию в блок. Теперь давайте разберемся в комиссиях. Как вы знаете, комиссии в сети биткоина используются для того, чтобы майнеры подтвердили вашу транзакцию. Комиссия является вторым по важности источником дохода для майнеров, и именно от нее зависит время включения транзакции в блокчейне. Это связано с тем, что у каждого майнера существует некоторый пул непроверенных транзакций, которые претендуют на попадание в блок, и как правило майнер просто сортирует их по убыванию комиссии, тем самым максимизируя свою прибыль. Поэтому, чем больше комиссия, тем выше вы окажетесь в очереди и тем быстрее пройдет ваш платеж. Если вам нравятся подобные видеоролики, то поставьте лайк и оставьте комментарий. Также не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.